Сильные морозы на этой неделе стали одной из центральных тем для СМИ. Ученикам младших классов в связи с холодами даже отменили занятия в школах. Но, как оказалось, вопрос, как пройти в библиотеку, актуален даже при минус 30. Тем более, если это новое здание библиотеки имени Молчанова Сибирского в Иркутске. Официальное открытие состоится еще только 28 марта 2013 года. Накануне же объект посидел губернатор Сергей Ирошенко. Для читателей здесь предполагается создать новые условия. Несколько читальных залов, кафе, игровую комнату для детей и Wi-Fi. Именно таким и должен быть библиотечный комплекс 21 века. Сейчас правительство области занимается разработкой целевых программ. Реализовывать их планируется в 2013. Он по решению губернатора объявлен годом библиотек. По одной из таких программ планируется создание на базе районных библиотек культурно-просветительских центров. На реализацию проекта будет направлено средства из областного и муниципального бюджетов. Создать действительно не просто хранилище книг, как некоторые еще до сих пор воспринимают библиотеку, а как современный просветительский информационный центр, завязав их в единую систему с нашей Молчановкой. И тогда у жителей Ирбогачёна, Качуга, Елонцов появится возможность пользоваться у себя дома, пользоваться фондами не только своей библиотеки, фондами библиотеки Молчанова-Сибирского, но и фондами российской государственной библиотеки. И еще из новостей областного центра. Развитие отрасли сельского хозяйства в целом обсуждали на заседании правительства Приангария. Как заявил губернатор региона Сергей Рощенко, долгосрочная программа должна быть направлена на освоение земли и увеличение налоговых отчислений в бюджет. Для этого необходимо определить критерии отбора сельхозпроизводителей для предоставления им субсидий, а также заключить соглашение с представителями фермерских и подсобных хозяйств, контролировать эффективность расходования бюджетных средств и реализацию инвестиционных проектов. Параметры соглашения, они должны быть абсолютно выполняться. И тогда, когда у нас при одном и том же предприятии уменьшается прибыль, то совершенно очевидно, как вот президент в послании сказал, либо это нужно заниматься дефшеризацией экономики, либо нужно с фирмами-однодневками бороться, значит, и бороться беспощадно. Тогда мы не угробим сельское хозяйство. А теперь к новостям региональным. Начнем с Ангарска. В городе участились случаи выявления фальшивых банкнот. Только за последние два месяца следственным отделом управления МВД России по городу Ангарску возбуждено 20 уголовных дел по данному факту. Покупателям и кассирам необходимо обращать пристальное внимание на качество бумаги купюр, а также контрольную ленту, в поддельных она нарисована краской. И еще с фальшивых купюр легко стирается порядковые ноги. А сейчас Елена Токмина вместе с корреспондентами телеканала «Актис» расскажет, что еще значимого произошло за неделю. Елена, здравствуйте, вам слова. Здравствуйте, Яна. В Ангарской медсанчасти 28 завершается капитальный ремонт. Работы ведутся во всех зданиях учреждения. Однако прием пациентов и госпитализации при этом не прекращаются. Подробности далее. Капитальный ремонт в медсанчасти проводится в рамках программы «Модернизация системы здравоохранения». Чтобы обновить все помещения больницы, из федерального бюджета выделено около 70 миллионов рублей. Но так как средства поступили в Ангарск в середине текущего года, ремонт смогли начать лишь осенью. На сегодняшний день завершаются работы в поликлинике медсанчасти, инфекционном отделении, в детской и взрослой клиниках, в хирургическом корпусе. Примерно 50-процентная замена идет окон на современные оконные блоки. Полностью и поликлиника, и хирургический корпус обновляется покрытие, половое покрытие. Вынесены на первый этаж поликлиники травматологический кабинет для удобства наших пациентов, чтобы не нужно было по лестнице подниматься. Сегодня в травматологическом отделении медсанчасти ремонт идет в перевязочных коридорах, палатах, в операционной. При этом пациенты поступают сюда ежедневно. На данный момент в отделении 25 больных. Для них предназначены 14 палат, из которых действует только 6. Ремонт протекает своим чередом. Лечебный процесс у нас при этом не страдает. Больные поступают как плановые, так и экстренные. С потоком больных мы справляемся хорошо. Идут операции как плановые, так и экстренные. Капитальный ремонт зданий 28 медсанчасти завершится перед Новым годом. В рамках программы «Модернизация системы здравоохранения» сюда уже поступило и новейшее медицинское оборудование, которое будет смонтировано и установлено в начале января 2013-го. Марина Тенкова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения – самые эффективные средства в обеспечении безопасности образовательных учреждений Ангарска. Они помогают и с профилактикой правонарушения, и когда нужно выявить преступника. В Ангарске 40 школ и 79 дошкольных учреждений оснащены тревожными кнопками. Их монтаж осуществлен по программе «Безопасный город», которую внедряет правительство Иркутской области. Главная цель такой профилактики – исключение преступности в образовательных учреждениях. Так, в детском саду номер 14 кнопка уже не раз выручала малышей. Появилось чувство уверенности, чувство защищенности за детей, за персонал дошкольного учреждения. И случаи использования тревожной кнопки у нас были. Ну, не часто, конечно, такие случаи бывают, но мы пользовались. Группы реагирования приезжают очень быстро. Тревожная кнопка – это не единственное средство защиты от преступников. На сегодняшний день уже в 11 учебных заведениях подключена система видеонаблюдения. То есть это та система, которая позволяет вовремя смотреть появление посторонних в школе, чтобы, опять же, сохранить имущество и детей. В Ангарске самой технически оснащенной является 37-я школа. Здесь камеры видеонаблюдения установлены не только снаружи, но и внутри. Посмотреть, что происходит в школе и за ее пределами могут вахтеры, директор и его заместители. Благодаря такой системе защиты в школе раскрыто 4 кражи сотовых телефонов. В рамках программы «Безопасный город» в наступающем 2013 году планируется установить камеры видеонаблюдения во всех детских садах и школах Ангарска. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин, Владимир Селиванов. Местное время. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. До встречи на следующей неделе. Спасибо Ангарску. Сейчас узнаем новости Устилимска. На неделе мы рассказывали о работах устилимского модельера Татьяны Пескуновой. Они не сходят со страниц столичных глянцевых журналов и диктуют моду. Их уже оценил кутюрье Вячеслав Зайцев. Заказанные изделия поступают со всех уголков света. Последние были из Нью-Йорка и Тель-Авива. Мечта Татьяны Пескуновой – открыть магазин авторской одежды в Иркутске. Ну а пока еще о том, что свершилось, нам расскажут корреспонденты телекомпании ИРТ и Ольга Гайфулина. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер, Яна. О новостях Устилимска. 19 декабря в городской гимназии номер один стартовал Всероссийский интеллектуальный марафон «Твои возможности-2013». Он проводится уже седьмой раз одновременно во многих регионах страны. Нынешнее соревнование посвящено юбилею детского писателя Виктора Драгунского. Подробности в сюжете. Тема марафона – жизнетворчество детского писателя Виктора Драгунского. Такой выбор связан со знаменательной датой – столетним юбилеем автора. В марафоне приняли участие активные дети из многих школ города. Каждый ученик должен не просто выполнить задание, а поскольку введен федеральный государственный образовательный стандарт, который предполагает главный образовательный результат – это универсальное учебное действие, поэтому в заданиях марафона проверяется не просто предметное умение, знание, как раньше, а умение применить универсальное учебное действие. Основная задача, которая стояла перед учениками – показать, насколько хорошо они могут работать с авторским текстом. Дети должны были применить знания и умения, полученные на уроках русского языка и литературы, к конкретному отрывку из произведения. Дети выполняют семь заданий в виде решения проектных задач. Первое задание – дети выбирают умение, вернее, задание на умение самостоятельно сформулировать цель, составить план действий, умение извлекать информацию, далее вычитывать информацию, подтверждать свои мысли аргументами и фактами из текста и делать выводы, а также составить свой небольшой текст. Целью такого рода заданий является личность для развития детей, а также продвижение образовательной системы «Школа-2100». Всего в марафоне приняло участие 150 юных устилимцев. Работы оценивало 11 членов жюри. Евгений Грецких, Александр Килин, Новости ИРТ. Это все на сегодня. Я и мои коллеги прощаемся с вами на неделю. Всего доброго. Спасибо Устилимску. Далее в Нижнеудинск. О новостях своего города и района нам готовы рассказать Мария Башурова и журналисты телестудии ТВ-12. Мария, вам слово. Здравствуйте, Яна. В Нижнеудинске активно ликвидируется очередь в детские сады. Согласно плану дорожной карты, в этом году воспитанниками дошкольных образовательных учреждений стали порядка сотни ребятишек. И это не предел. Наша съемочная группа побывала на открытии двух дополнительных групп детского сада номер 12, где дети уже приступили к занятиям. Предлагаю посмотреть сюжет. У коллектива 12 детского сада накануне произошло большое событие. Открылись две новые дополнительные группы. Ранее в этих комнатах размещалась спальня и узо-студия. Сегодня это полноценно отремонтированные группы с новой мебелью, большим количеством игрушек и развивающих игр. Это событие осчастливило ровно 50 семей. Их дети теперь пристроены в детский сад. А это значит, что и очередь дошкольного образовательного учреждения Нижнеудинска и Нижнеудинского района сократилась на 50 мест. Существенно сократилась очередь и в сам 12 сад. Теперь место сюда ожидают дети 2010, 2011, 2012 года рождения. В семье Менченко в 12 детский сад переходит сразу два ребенка, рассказывает мама Татьяна. В новую разновозрастную группу попал старший сын, 5-летний Макар. Трехлетний Юра Менченко тоже мечтает заниматься именно здесь. Мы очень довольны, что у меня оба ребенка попали в этот детский сад. Они в восторге от нашего воспитателя Натальи Сергеевны. Нам все нравится. Дети ходят с удовольствием, просыпаются и все. Мы довольны очень. В общем, открыть у новых групп рады и мамы, и папами, и воспитатели. Воспитываться в разновозрастной группе будет 25 ребятишек. Группа у нас разновозрастная. Количество детей у нас 25. Новеньких детей сейчас у нас в данный момент 13. Ребятишки у нас адаптируются. Все дети у нас, большинство детей домашние. Ребята в этой младшей группе в детский сад ходят не первый год, но с открытием дополнительных групп они переехали в новую уютную комнату, чему очень рады. В такой обстановке детям легче развиваться и расти. Ведь для этого в новых комнатах созданы все условия. А в этой младшей группе пока поступило только двое ребят – Тимофей и Эвелина. Они сейчас как раз осматриваются, знакомятся и осваивают новые игрушки. Чуткие воспитатели помогают адаптироваться малышам в незнакомой для них обстановке, чтобы завтра ребята с удовольствием утром шли в детский сад. Кстати, в этом году в 12-м детском саду 4 младшей группы. А это рекорд за всю историю сада. Такие новости в Нижелудинске. Яна. Спасибо, коллеги. На этом у нас вся информация на сегодня. Спасибо за внимание. Я, Яна Романова, на этом с вами прощаю. Желаю вам всего доброго. Мы вновь увидимся с вами через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова